Вице-губернатор Краснодарского края Анна Менькова пообещала проработать вопрос с выделением денежных средств на ремонт. В следующем посетили строящийся корпус начальной школы в Афибском лицее на 400 мест. Подрядчик должен был сдать его ещё в мае, но не выполнил обещания. Новая подрядная организация трудится в две смены, чтобы закончить объект к концу года. Население Афибского растёт быстрыми темпами, поэтому потребность в новых школах корпус полностью не закроет. Есть необходимость, конечно, в тысячнике, потому что все школы поселка Афибского переобновляют в три раза. И 400 мест это поможет расположить здесь только блок начальной школы, но в целом проблемы не решают. Затем посетили Северскую центральную районную больницу. Здесь сравнительно недавно сделали ремонт в детской поликлинике. Также обновили и взрослое отделение. Сейчас ведут работы по установке нового маммографа. Материально-техническая база больницы улучшается, но остаётся острая проблема нехватки узкопрофильных врачей. Конечно, бы хотелось, чтобы узкие специалисты были в каждой поликлинике, чтобы это было доступно для населения. Этим нужно озаботиться. В отделении гинекологии пациентки условиями довольны. Но Анна Менькова отметила недочёты, которые нужно устранить. А вот отделение детской инфекционной больницы давно нуждается в капитальном ремонте. На эти цели планируют выделить 17 миллионов рублей. Что за эти деньги мы здесь изменили? Крышу, вентиляцию, все коммуникации. Комплексные? Да, комплексные. Окла. Ну, можно сказать, останутся только стены. И остальное ещё будет заменено. На время ремонта проработают маршрутизацию пациентов. Главврач больницы Манолис Ананников для этих целей предложил взрослое отделение Ильской инфекционной больницы. После объезда вице-губернатор провела приём граждан. Наболевший вопрос – Северская детская школа искусств. Желающих получить дополнительное образование намного больше, чем учебных мест. Причина – маленькое здание. Решение проблемы нашлось буквально под боком. Я попросила главу написать письмо на имя Голося Игоря Петровича и по поводу того, что в Северском районе, в станице Северской, есть бесхозное здание бывшего банка «Клиентский». Необходимая площадью для школы искусств, которая сегодня не в состоянии принять всех желающих детей. Обратились жители и по поводу состояния Дома культуры в станице Новодмитриевской. Здесь зданию требуется ремонт, установка туалетов, благоустройство территории. Ремонт уже запланирован, его проведут в несколько этапов. Редактор субтитров А.Семкин